Стиль модерн наложил большой отпечаток не только на архитектуру Симбирска, он проник во все сферы жизни жителей города. Его хронологические рамки – конец 1880-1914 год. Этому периоду посвящена выставка «Этика и эстетика модерна» в музее «Дом-ателье» архитектора Левчика. Эпоха модерна – это великолепная эпоха в культуре, в искусстве и жизни людей, живущих на рубеже XIX и XX века. Глядя на предметы, представленные на выставке, можно увидеть характерные черты этого стиля. Отсутствие строгой симметрии, волнообразные текучие линии, буйство растительных мотивов в орнаментах и узорах. На выставке представлено более 80 подлинных предметов из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». Все они характерны эпохе модерна. Экспозиция включает три композиции. Первая – обеденная зона. В центре стола обычно располагалось какое-нибудь украшение. И рядом с канделябром мы видим подставку для меню в виде прекрасной дамы. Она же является подставкой и для салфеток. Во время званого обеда обязательно пользовались полотняными салфетками с инициалами хозяина дома. И одна из таких есть на выставке. После третьего основного блюда, после мяса, шел обязательный десерт. Здесь у нас на столике представлены предметы, которые помогли бы нам при накладывании десерта. Например, маленькие щипчики для сахара или щипцы для раскалывания орехов, нож кондитерский столовый, щипцы кондитерские, а также ножнички для виноградных гроздей. Эпоху модерна еще называют прекрасной эпохой. Именно дама становится главной героиней стиля модерн. И в экспозиции есть модный уголок с женскими нарядами. Тот самый образ, силуэт, которым вам знаком, это пышные бедра и пышный бюст с тонкой талией, постепенно уходит из моды. Его сменяют более лаконичные, простые силуэты. Женские аксессуары начала 100 века тоже потерпели несколько изменений. Так, например, сумочка-родикюль увеличилась в размерах, куда могло поместиться все самое необходимое для модной дамы, для выхода в свет. Самая большая зона на выставке «Этика и эстетика модерна» посвящена гостиной. Это было то место, куда после вкусного обеда отправлялись господа. Хозяева готовили для своих гостей различные сюрпризы – развлекательные игры, музыкальные номера и танцы. Существовали сборники хорошего тона, которые юным дамам, джентльменам рекомендовали, какие игры хорошо бы сыграть во время светского раута. Это были так называемые малые игры, самая известная подобная игра, дошедшая до нашего времени – фанты. Кроме этого, девушки часто музицировали, занимались пением, умение играть на фортепиано считалось практически обязательным для юной леди. Также выставка знакомит посетителей с предметами декоративно-прикладного искусства, бытовавших в семьях симбирян конца XIX – начала XX веков. Мебель и предметы интерьера, курительные принадлежности и изделия, связанные с женским обиходом. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ